Привет, друзья! Какими победами Путин может аргументировать российского Ивана и Марию, которые в марте месяца придут к избирательным участкам? Я Григорий Герман, давайте разбираться. Правда заключается в том, что в любой стране, кроме абсолютной наследственной монархии, действующая власть должна подходить к дню очередных выборов в окружении фанфар, с освеженными тушами решенных проблем или толпами покоренных врагов. Традиция, причем вполне логичная. Кто захочет голосовать за неудачников? Глава исполнительной власти должен вступать на электоральное поле на белом коне и желательно, чтобы еще табун таких же белых охолтыкинцев шел следом, ослепляя избирателя золотом попон. Фигурально выражаясь, конечно. Хотя, если мы говорим о Туркменистане, то совсем не фигурально. Но это их личное. Правило о необходимости триумфального подхода к выборам работает для демократических выборов, когда реально власти нужно аргументировать свое дальнейшее пребывание у руля. Но и для диктатур также. Все без исключения диктаторы все равно проводят выборы себя любимого с предписанной Конституцией регулярностью. Они могут переписывать Конституцию. Не важно, что эта Конституция висит у них в туалетах. Пункт о выборах соблюдается. И более того, у диктаторов триумф должен быть еще более ярким, позолоченным, театрализованным. Толпы оборванных и униженных врагов должны быть плотнее и длиннее. Золото в толпы должно выбрасываться еще больше. Образ диктатора должен быть еще более богоравным. Легитимность того, что автократ творит в своей стране со своим окружением, должна быть легитимизирована или подтверждена любовью простого народа. Простой народ должен прийти и в подавляющем числе проголосовать за. За нерушимый союз рабочих крестьян и интеллигенции. За отца нации. За великого кормчего или самого лучшего президента в мире. Тут нужно подчеркнуть. Путин триумфально выигрывал все выборы, в которых принимал участие. На выборах в 2000 году он получил почти 53% голосов избирателей. На следующих, в 2004, уже больше 71%. Когда Путин баллотировался в 2012, Центр избирком насчитал более 63% пропутинских голосов. А через 4 года, в 2018, цифра проголосовавших за него была максимальной – более 76%. Притом, лишь первые выборы в далеком 2000-м были хотя бы приблизительно соревновательными. То есть там баллотировались кандидаты, которые действительно оппонировали Путина. И что неудивительно, как раз тогда Путин получил наименьшее количество голосов, если сравнивать со всеми другими своими выборами. Ведь все, что происходило в избирательных кабинках во всех последующих волеизъявлениях, было четко спланированным, срежиссированным и спродюсированным театром. Однако стоит осознавать, что несмотря на всю режиссуру, в большинстве случаев голосование россиян за Путина было действительно искренним. Если проценты рисовались, нарисованное не превышало 15-20%, что не являлось судьбоносными фальсификациями. Скорее так, для душевного спокойствия. Ну и по привычке. Вся работа в основном проводилась до выборов. Пропагандистская машина и разные схемы недопущения до выборов достойных оппонентов делали свое дело. Еще в начале 2000-х Кремль подмял под себя практически все радио, телевидение и большую часть газет. Так что уже к концу первой путинской каденции любой маломальски серьезный противник президента был отправлен в нокаут стараниями центральных СМИ. А таких видных бунтарей вроде Михаила Ходорковского и вовсе отправили за решетку. Ну, чтобы другим не повадно было. В дальнейшем подобная схема будет отрабатываться на всех последующих выборах, кроме 2008-го, когда в президентское кресло номинально посадили Медведева. Но фактически у руля все равно оставался Путин. Но вернемся к предвыборным технологиям. Чтобы легитимизировать выборы, результаты которых и так всем были очевидны, Кремлю нужно было представить Путину каких-никаких оппонентов. И иногда этот процесс превращался в настоящую буфонаду. Так, например, в 2004-м Центр избирком зарегистрировал кандидатом в президенты РФ Олега Малышкина, бывшего боксера и охранника Владимира Жириновского. На тот момент он прославился тем, что махал в думе кулаками и еще своей глухотой на одно ухо. Кроме полуглухого охранника, соперником Путина на выборах 2004 был водочный король, грыбовщик, фармацевт и мафиози. Хоть и не все в итоге прошли регистрацию, наблюдая за этим предвыборным балаганом, известный российский писатель Виктор Ерофеев даже предложил начать кампанию по выдвижению в президенты Деда Мороза. Мол, у этого персонажа, по крайней мере, точно больше достоинств, чем у представленных народу кандидатов. «Ну и раз реальных президентских выборов в России все равно не предвидится, то почему бы и не порезвиться?» – размышлял писатель. Фактически, кандидатом от демократических сил тогда стала Ирина Хакамада, которая называла себя личным оппонентом Путина и тогдашней системой власти. Ее результатом на выборах в 2004-м стали 3,8% голосов. Перенесемся в 2018-й. Тогда соперниками Путина на выборах стали 8 кандидатов. Среди них Павел Грудинин – кандидат от Коммунистической партии, директор совхоза имени Ленина, одного из самых известных производителей клубники в стране. Еще в 2000-м он был доверенным лицом кандидата Путина и до 2010-го года состоял в «Единой России». Грудинин был лидером по количеству компромата и негативных сообщений в телеэфире. СМИ рассказывали о том, что он забыл указать зарубежные счета и занимался продажей земель совхоза. Также он называл Иосифа Сталина лучшим правителем за последние 100 лет. Также в 2018-м Путину оппонировал еще не двинувший коньки Владимир Жириновский – эксцентричный популист и бессменный лидер ЛДПР. Тогда он шел на выборы в шестой раз. Он не баллотировался в президенты лишь единожды, как раз тогда, когда выставил вместо себя своего охранника Малышкина. Несмотря на регулярное участие в выборах, Жириновский ни разу не занял даже второго места. Выдвигались также Григорий Явлинский, популярный в 90-х лидер партии «Яблоко» Сергий Бабурин, который был одним из организаторов националистических русских маршей в Москве, а также Максим Сурайкин, кандидат от партии «Коммунисты России», которая, по сути, была клоном партии КПРФ. Отдельно хочется отметить кандидатуру Ксении Собчак, как пример особо циничного, практически насмешливого отношения к оппозиции в РФ. Известная телеведущая и дочь бывшего начальника Владимира Путина, губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Своё участие в выборах она согласовала с Путиным, хотя и отрицала это. По сообщениям инсайдеров, кандидатура Собчак была придумана в недрах Кремля, чтобы отвлечь внимание от оппозиционера Алексея Навального, которому в Центре избирком отказал в регистрации на выборах. В этом году оппонентов Путину отбирают также тщательно. Оппозиционные СМИ писали, что в Кремле, мол, определились с главным критерием для потенциальных кандидатов. И это возраст, чтоб были не моложе 50 лет, дабы Путин на их фоне не выглядел старым дедом. В итоге главным феноменом грядущих выборов в России стал Борис Надеждин. В 90-х Надеждин был советником Бориса Немцова и помощником Сергея Кириенко, который сейчас является первым заместителем главы администрации президента РФ. Хотя в политике Надеждин давно, многие узнали о нем только после публикации фотографий очередей из желающих поставить подпись за его выдвижение. Он транслирует антивоенную риторику в российском стиле, и этого кандидата поддержала российская оппозиция. Но Центр избирком уже отказал Надеждину в регистрации из-за, якобы, недостоверных подписей в поддержку кандидата. Но основная работа всегда шла не столько в поле политтехнологий, сколько в поле пропаганды. Россия каждый раз подходила к выборам Путина с целым ворохом реальных, оплаченных бесконечными нефтедолларами или придуманных побед. Однако к выборам 2024 года Россия подходит в уникальных условиях, которые невозможно было себе представить ни в 2004, ни в 2008, ни в 2012, ни в 2018 годах. Даже в 2008 году кризис российской экономики словно случайно разгорелся через два месяца после рокировки Путина Медведева. Маленькая, победоносная, идеологически выверенная захватническая война, которая должна была стать вишенкой на торте путинского четвертого срока. Украсив путинскую корону еще минимум четырьмя гербами новых территорий, а путинские плечи мантии победителя Украины и собирателя земель, к дню выборов в 2024 году превратилась в черную дыру, которая высасывает из России деньги, людей и оптимизм из избирателей. То, что никто не мог предсказать, и то, что Путин точно хотел бы поменять в прошлом, если бы у него, не дай бог, была машина времени. Но факт остается фактом. В 2024 году Путин идет на переизбрание в стране, которая ведет войну, которую начал именно Путин. Он идет на выборы в стране, в которой пропадают яйца, бензин, доступные кредиты, из-за войны, которую начал Путин. Страна, в которой целые отрасли начинают стагнировать или из-за отсутствия импортных комплектующих, или из-за недостатка рабочей силы, которую как пылесос высасывает с рынка ВПК, или из-за дорогих кредитных средств, потому что Центробанк вынужден был поднять ставку, чтобы удержать экономику хотя бы до выборов. Путин идет на выборы в стране, где ЖКХ трещит и ломается, и лопается, и морозы вымораживают целые города, причем в Подмосковье, или точнее так, от Подмосковья до Новосибирска, но которая тратит миллиарды долларов, треть бюджета на убийства граждан соседней страны самыми разнообразными и чаще всего недешевыми способами. Путин идет на выборы в стране, где безрукие и безногие инвалиды войны, не пойми за что, стали частью пейзажа. Как-то это все не очень похоже на триумфальную процессию победителя. Тем более, вы обратили внимание, Путин в своей риторике постоянно жалуется на то, как его объегорили, как его обманули, как его водили за нос. Че это за триумфатор с красным и опухшим носом? И ведь это еще не все. Есть для еще менее заметные, но более системные победы Путина. Вот это все мы обсудили с Игорем Петренко. Оставайтесь, будет интересно. С какими победами Путин? С победами побед. А Путин подходит к выборам. Первая из побед, наверное, ну их много приходит в голову, да, когда мы говорим о победах Путина, с которыми он подводит Россию. Но, наверное, первую я бы хотел обсудить с тобой, это победа той государственной системы, точнее, вообще сама та государственная система, которую Путин выстроил за время своего правления. Объединив под собой группу откровенных сдаимцев, откровенных казнокрадов, которые очень редко являются профессионалами своего дела. То есть там в российском правительстве и в компании вокруг Путина реальных профессионалов можно же перечислить на пальцах одной руки. Типа Набиулина, Силуанов, Мишустин. Все, дальше уже что почем, хоккей с мячом всякое разное. И вот можем ли мы сказать о том, что на самом деле благодаря Путину такого государства в цивилизованном понимании этого слова сейчас в России нет? Хороший такой вопрос. Но знаешь, отчасти философский. Как сказать, какая-то государственная система есть в Российской Федерации. Как бы это ни было, но она не коллапсирует свои какие-то элементарные функции она действительно выполняет. Тут, скорее всего, вопрос, на что нацелена эта система. То есть для кого она ориентирована. То есть если мы говорим о демократической системе, пускай даже там не идеальной, но она все же ориентирована, скажем, на человека в первую очередь. Российская Федерация, там система построена, которая ориентирована как раз на тех людей, которых ты перечислял, о которых ты говорил. Мездаемцы и самое ближайшее окружение Путина. То есть Россия на самом деле богатая страна. Богатая и в плане, скажем, ресурсов, и в принципе денег. Но уровень жизни, скажем, там достаточно низкий. Точно не соответствует, если мы будем сравнивать с уровнем богатства с другими странами. Или потенциалом, который у них и есть. Поскольку для Путина важно как раз обслуживание. Это его ближайшего окружения. То есть тех людей, которые фактически держат зад Россия, закрытое акционерное общество, зала. Россия. И с другой стороны, это силовой блок, который поддерживает спокойствие его и ближайшего окружения. То есть на это действительно, скажем, нацелен. Если мы даже просто хотим понять и сравнить, как могло бы быть, возьмем, допустим, Саудовскую Аравию. Ну, к примеру. Да, страна тоже далеко не демократическая. Правда? Но страна, которая имеет колоссальные запасы энергоресурсов, в первую очередь нефти. И вот посмотрите уровень жизни и того, что строится там, и то, что есть в Российской Федерации сегодняшний день. Посмотрите глубинку, не смотрите на Москву, не смотрите на Питер и, возможно, там еще парочку городов можно будет вспомнить, которые более-менее приличные. Посмотрите просто на всех остальных и сравните. Да, кто-то скажет, конечно, территория, там еще чего-то, там население и так далее. Ну, хотя бы где-то отдаленно это что-то могло бы быть в этом рамке. Поэтому главная проблема, наверное, это не то, что там отсутствует государство или там система, которая что-то не работает, а просто ее задача и ориентация. На что она, скажем, нацелена. Ну, то есть в стране, в которой нет уже насквого общества, которое всячески, скажем, подавлено, а как ты сможешь о чем-то заявить, а как ты сможешь высказать свое несогласие, а как ты сможешь надавить, вот надавить, вот как ты сможешь надавить? Ну, особо никак. Ну, поэтому, конечно же, есть большой, огромный соблазн, которым с удовольствием пользуется Путин, который все полностью замыкает на себя. Понятное дело, что это есть основание, это есть почва существования Советского Союза. В Советский Союз была такая же, в принципе, система, которая работала на противную инвентартуру в основном, а все остальное это было поддержание достаточного уровня для того, чтобы такого скотского общества производства. Да, чтобы было производство, чтобы были люди, которые ходили на работу, чтобы у них была какая-то идея и мотивация идти и так далее, давать им стабильность для того, чтобы они, скажем, не сильно кипишевают. Ну, то же самое, в принципе, пытается делать и Путин, но, имея те колоссальные ресурсы, которые есть, Россия могла бы быть, наверное, на сегодняшний день в разы, наверное, мощнее Китая в экономическом плане и даже просто обустройство жизни своих граждан. Поэтому вот в этом, наверное, самая главная проблема. Да еще один момент, на который я хочу обратить внимание, это тоже еще одна победа Путина. победа. Это то, что построено совершенно какое-то удивительное общество, общество, в котором действительно нет никакого стравливающего клапана. То есть, по большому счету, Путин лишил Россию гарантий и даже возможностей какой-то легитимной, мирной, даже не передачи власти, а возможности легитимной и мирной народа влиять на принятие каких-либо решений в стране. он создал только институты подавления и только институты обогащения для достаточно ограниченного круга лиц. Можем ли мы сказать о том, что он по большому счету сейчас подвесил Россию на такой очень ненадежный крюк, имя которому жизнь самого Путина? Вот это интересный вопрос. То есть, есть мнение такое, которое касается, что в принципе от перестановки Путина, его смерти, ухода ситуация особо не поменяется, поскольку есть система, она выстроена и очевидно есть люди, которые захотят, чтобы она продолжила существовать, просто заняв лидирующую там, скажем, позицию. Хорошо это или плохо? Но, как бы, вопрос. В то же время, наверное, значение личности в истории, оно имеет важную роль. И то, что есть сегодня у Путина, наверное, будет вопрос, будет ли такое же у кого-то другого, кто просто придет на его, скажем, смену. Другой момент состоит. А мы уверены, что это все произойдет мягко и пушисто и спокойно. Как там было с Медведевым и там и Путиным. Мы же прекрасно понимаем, какая тогда была ситуация. Я поставлю 50 долларов, что не произойдет мягко. Да, не будет ли войны за наследие Путина, скажем, и желание ее возглавить, и чем это может закончиться. В ситуации, когда в России есть множество вооруженных группировок, которые называют себя частыми военными компаниями разного долга, и как кто ими захочет воспользоваться, это тоже вопрос далеко, скажем, открытый. Плюс, вот то, что ты говоришь, что это клапана сдерживания нету, ярчайший сейчас пример это этот кандидат в президенты Надежда, да, ну, то есть, понятно, человек, который там часто был на телеканалах и нес тоже всякую там ересь, одно еще своего выдвижения, да, на Росслуж, который участвовал, скорее всего, это был проект, не знаю, Кириенко или кого-то из, скажем, администрации для того, чтобы, ну, действительно, как бы показать, что есть либерал. Вот Совчак в свое время была либералом, успешно баллотировалась, набрала 2%, а потом вышла и сказала, блин, все, в России не любят либералов, я больше не буду там этим заниматься. Ну, то есть, понимаете, что игра это как бы на Путина, так, то есть, она показала, что вот в России действительно все любят Путина, вот видите, есть либерал, я, и за меня так мало проголосовали. Возможно, они думали, что это будет похоже с надеждами, но ситуация выходит из-под контроля, и поэтому они действительно там могут его не допустить к выборам, почему? Потому что очень много людей стояли там, пытались, скажем, подписать, ну, в рамках закон, это же не протест, просто поставят подпись за его антивоенную риторику, не знаю, как они его там любят, не любят, это дело другое, как бы, ну, его риторика антивоенная, прекрати, ну, как для России она антивоенная. Да, они тут тоже могут немножко испугаться, и это тоже тревожный звоночек, на самом деле, то есть первый тревожный звоночек это был мятеж Пригожина, и не сам факт мятежа, а факт реакции россиян на этот мятеж. Да, мы просто видели этот Белгород, люди, которые желали ему удачи, поддерживали там, и все, ну, то есть, есть проблема, поэтому вот это еще один пример, пример того, что, смотри, демократические страны, у них есть свои изъяны, сейчас посмотрим на США, и их увидим сразу, правильно? Да, конечно, да, вот, но, они не имеют возможности быстро коллапсировать, то есть, это всегда должен быть долгий процесс, и опять же, там, шатание, и так далее, они были стойкие к кризисам, кроме которых есть, а вот авторитарные режимы, они имеют свойство к быстрому коллапсированию, сворачиванию, поскольку, опять же, они жизнятся на, или чаще всего, на лидерстве одного человека, на его, скажем, оппозиции, или определенной какой-то группы, и другая всегда возникнет группа, которая подумает, что Акела промахнулся, и можно, скажем, нам улучшить свое состояние, и так далее, но это, это, как бы, наверное, аксиома, и тут и доказывать, как бы, нечего, поэтому, это определенный вызов, и, скажем, сложность, поэтому, с одной стороны, все говорят, вот там система, понятное дело, выборы без выборов, и так далее, а с другой стороны, как модно говорят, черный лебедь может показаться очень нежданными гадами. Знаешь, еще вот, что прикольного, какая еще одна победа Путина, которую он привел, вот именно к этим выборам, это, смотри, россияне сейчас, ставя галочку за Путина, или там, каким-то другим образом поддерживая, или просто не борясь с Путиным, даже своим пассивным каким-то поведением, они же, по большому счету, подписываются на следующие 6 лет под всем тем, что Путин сотворил за последние 2 года. По большому счету, ну да, почему нет, смотри, если они... Это да, они просто это не воспринимают так. Вот согласен. Да, он ведет войну, он уничтожает россиян, он уничтожил российскую экономику, попав под санкции, он продолжает уничтожать ЖКХ, яйца пропали, курятина пропадет, он скоро еще что-то пропадет, и так далее, и тому подобное. И кто в этом виноват? А если он в этом виноват, то что вы за него голосуете? Ну да, да, ну хотя вот тоже в советские времена, когда генсека меняли, то, как правило, там Хрущев говорил, что кто там виноват, да, во всем там, Сталин виноват во всем, ну и, скажем, по цепочке тоже, и все же быстренько меняли свое, скажем, там, поведение, видение и так далее. Я с тобой согласен, что действительно, на сегодняшний день выборы в России, это даже не вопрос там избрания Путина, это вопрос одобрения его действий, его политики, и в том числе в первую очередь, и в том числе в первую очередь поддержка, скажем, войны. И война, это не в нашем с тобой понимании, а в их понимании, то есть в количестве убитых родственников, и в том, что это все не имеет какой-то конкретной цели, конечно, да, это мифическая угроза со стороны НАТО, мифическая угроза со стороны Украины, наличие каких-то там нацистов, и всего остального. И вот в этом не все далеко так понимают, вот если смотреть там по социологии, ну, есть где-то 15% россиян, которые действительно это воспринимают так, и это есть какой-то определенный протестный, скажем, актив, просто что инструментов у них не так-то и много, как можно было бы себя проявлять, а в целом проявление это, уравняется, скажем, угрозе жизни, ну, это тоже нужно понимать, что у них как бы происходит. Но я с тобой полностью согласен, и тоже всегда говорю об этой логике, что вы фактически вот одобряете. С другой стороны, мы, скорее всего, даже не узнаем реальных результатов выборов, и какое там было количество, но вот кейс этого надежда, он показывает, что, наверное, далеко не все так хорошо в Датском королевстве, как может думать Путин. И его спасает возможность сейчас с помощью перестройки, скажем, экономики и истощения тех фондов накопительных, которые у него были, там, благополучие, или чего-то, развитие в России и так далее. Ну, даже вклады граждан уже, типа они уже говорят. Ну, вроде да. Создавать иллюзию нормальности. Вот эта иллюзия нормальности, она присыпляет, да, скажем, те проблемы и восприятие вот того, что поддержка Путина сегодня, это поддержка войны и всех тех ограничений, которые накладываются на Российскую Федерацию, и всего того, чего ставится на паузу. Хотя, ну, в принципе, давно в России, наверное, было поставлено на паузу, все равно в целом. И в целом. Поэтому это правильный подход к восприятию того, что происходит, как по мне. Если говорить о войне, то вот еще одна победа Путина, это то, что он привел страну к выборам самого себя любимого с максимально неэффективным инструментом, который был создан, в принципе, для введения войны. То есть армия, то есть ВПК. Ну, армия, о которой говорили так много до 24 февраля 2022 года, оказалась фикцией. И это путинская заслуга, что она оказалась фикцией. ВПК, которая до сих пор не может организовать производство достаточного для фронта количества снарядов, и поэтому приходится за ними раз в год там или за сходом ездить к Тиму, это тоже заслуга Путина. Сколько денег выделяется ВПК, и сколько выходит из ворот танков в месяц и всего остального, да, это же абсолютно несовместимое и несоизмеримое понятие. Понятное дело, что там кроится огромное количество денег. И построение этой системы, это тоже заслуга Путина, объективно. Абсолютно, правда. И самое важное, я бы просто посоветовал тем россиянам, которые еще не утратили критическое мышление, посмотреть, сколько было нереализованных, но на которых выделяли миллионы, если не миллиарды, проектов военных в Российской Федерации. Я просто сейчас не напомню все названия, но есть очень хорошая книга Горбулина, она правда на украинском языке, хотя бы уже на русском он тоже писал. Там, как победить Россию в современной войне, или что-то такое. И там у него есть раздел, целый анализ по тем программам, ракетным, по танкам новым, по другому разному вооружению, которые, по самолетам тоже, и вертолетам, которые планировались в Российской Федерации, начиная там, по-моему, с 2015-2016 года, 2018-й, и там, к чему они должны были прийти? К 2020-му году, к 2025-му, к 2030-му, и так далее. Огромное количество, огромное количество проектов не были реализованы, хотя на них были выделены колоссальные суммы. Это и новые истребители, и новые бомбардировщики, которые должны были быть, и модернизация, много-много чего. Ну, допустим, это же Россия, они же не могут новые тетушки создавать. Все, что у них сейчас есть, статистические бомбардировщики, которые успешно, тоже мы там диверсии, скажем, проводим и уничтожаем их. Россия на сегодняшний день не имеет возможности построить ни одного стратегического бомбардировщика. Все. То, что у них есть запасы советских времен, то, что они забрали, мы им отдали, точнее, когда отдавали свой ядерный арсенал, это все, больше у них ничего как бы не произошло. Хотя у них программа подобная, она была заложена. Кстати, была заложена программа по развитию беспилотников тоже. И тоже огромное количество денег выделялось. И, ну, Россия, логично было бы поставить вопрос, слушайте, а где деньги? Куда они уделись и куда они пошли? То есть в Украине, к сожалению, мы не выделяли необходимые средства на эти, скажем, вооружения, ну, на все, некоторые, скажем, программы там реализовываются, но у нас тут более-менее всего не понятно. А там колоссальные деньги. И это вопрос Шойгу, Шойгу, наверное, Герасимов тоже хотят, скорее всего, это министерство больше занимается закупкой и всего остального. И его нету, его нету на фронте на сегодняшний день. Он не может использовать там, скажем, Российской Федерации. Они фактически живут с тех разработок, которые были в советские времена. Там модернизация очень слабо происходит. Хотя, безусловно, система и самого командования, она в России в начале войны точно желала, оставляла желать лучшего. Это было колоссальное количество проблем и самые боеспособные части они были уничтожены под Киевом, как минимум, ну, и, скажем, в течение 2022 года. Но я бы тут сказал о том, что они учатся. Они все-таки учатся из системы управления тоже, конечно, пень-колода, но все равно адаптируются и у них есть преимущество, которые касаются в том, что они могут это масштабировать. Масштабировать за счет своего производства, то, что они могут делать. Имплементировать, скажем, какие-то ноу-хау, инновации. Ну, опять же таки, ну, смотри, да, такая интересная штука. Вот мы много говорили о том, что ланцеты. Ланцеты являются эффективным беспилотником на фронте, действительно эффективным. Более того, ланцеты эволюционируют, они становятся лучше. И это как раз пример того, о чем ты говоришь, о том, что они умеют учиться. Но, понимаешь, пример ланцетов говорит о том, что учиться-то они умеют. А масштабировать они могут достаточно ограниченно по причине той коррупционной системы, которую построил именно Путин. Потому что вот сейчас вот прилетели беспилотники по какому-то заводу, это буквально там несколько недель назад, прилетели беспилотники по какому-то заводу где-то там в России, и вот уже сейчас через неделю есть свидетельство о том, что ланцетов войска поставляется уже намного меньше. То есть прилетело туда, куда надо. Хотя, казалось бы, вот, ну вот, типа, получился у вас замечательно. Сколько у нас есть заводов, которые могут это делать? Тысяча. Пусть на всех тысячах заводов колбасит тысячи этих ланцетов так, чтобы ничто не могло их остановить. Да, но такого нету. Почему? Потому что сумму покроили, потому что это сделали, это сюда, это сюда, это мы сюда, и вот у нас остается денег именно на одно производство. Вот об этой неэффективности в том числе я и говорю. Да, нет, абсолютно правда. Ты же помнишь, как они расконсервировать решили технику, когда уже ее побили в Украине, в большом количестве из 10 бронемашин или танков, я не помню, они собрали, которые могут и заинтересовались. Это были системы ПВО, по-моему, да, да. Вот, и стал вопрос, слушайте, мы тратили колоссальные деньги для того, чтобы поддерживать их в соответствующем состоянии, оказывается, оттуда все там подоставали, повыбрасывали, ну не повыбрасывали, попродавали, там двигатели даже не было, каких-то других предыдущих запасных частей. Поэтому, да, вопрос коррупции, вот как бы я там скептически к Навальному не относился, но он делал хорошее дело, то есть он действительно показывал, как бы тут масштаб, сейчас вот это слово, знаешь, такое плохое, да, матерное, хочется сказать, масштаб проблем, которые существуют в Российской Федерации в вопросе именно, скажем, коррупции. И действительно, отец-основатель этой системы, ее масштабирование, ну является, скажем, вот Путин. Еще один факт, о котором мы тоже с тобой хочу поговорить, это главная победа Путина, это почти больше 300 тысяч изломанных судеб российских граждан. Иногда это смерти, иногда это ранение, инвалидность и так далее, 300 тысяч потерь, больше, чем 300, но уже почти 400 тысяч потерь. Это победа Путина как раз под выбор. Ну, во-первых, нужно исходить из того, что они тщательно скрывают количество, скажем, своих погибших людей, ну, понятное дело, в Украине тоже такая, скажем, система, но действительно есть подсчеты, заявления, есть в России и BBC, вот русское слово BBC, они, может, не точно они, но я знаю, у них подкасты есть, и они постоянно как бы там подтверждают это количество, и точно оно уже много больше, нежели говорят россияне, сами там, Шеву выступают, или кто-то, и вот там, про то, скажем, об этом он говорит, есть же британцы и так далее. Когда ты говоришь о том, что, скажем, сломанные судьбы нужно умножать минимум, наверное, на три, поскольку есть у кого-то дети, есть жены, есть родители и так далее, и для них это тоже, скажем, трагедия, для кого-то это кормилиц, который был, если это инвалид, то его нужно содержать, помогать, поддерживать, а, ну, скажем, война, она вряд ли кого-то делает лучше, это как раз приводит к серьезным психологическим проблемам, с которым потом приходится жить не самому, не только самому человеку, его, скажем, и окружению. Количество раненых тоже, здесь это все нужно, скажем, учитывать. Проблема состоит в том, что в России и для Путина самого, но для самих россиян человеческая жизнь является ценностью. То есть для них это, ну, скажем, как это, одна строчка чего-то там, одна из количества других строчек того, что как бы ценностей жизни нету. Так было в Советском Союзе, так и стоится в России. Это качественное отличие между украинцами и россиянами. Я думаю, что и белорусами на самом деле. То есть это больше такая все-таки азиатская традиция и подход, а вот Россия, наверное, она вот ближе, скажем, к этому. Поэтому ценностей нету и, соответственно, для россиян является таким-то триггером. Вот. Плюс все же пытаются точечно проводить, скажем, эти все моменты, мобилизировать больше, скажем, в регионах, где есть возможность прикрутить, где есть возможность надавить, где есть возможность что-то там как-то остановить и так далее. И, безусловно, это не касается тех людей, которые принимают решения или которые могут повлиять на это. То есть это не касается детей-чиновников каких-то там, воров, это не касается, скажем, партийных бонз, которые существуют, это не касается олигархов, больших там, бизнесменов, все, которые, скажем, завязаны на определенном бизнесе с Кремлем, его обслуживанием и так далее. Вот. И поэтому есть голоса тех людей, которым это не нравится, да, все-таки есть вот эти комитеты материнские, женские, да, женские, жен, наверное, жен, да. Мамкоженские. Да, мамкоженские, но быстренько как-то с ними находят там право на самом деле где-то на региональном уровне, поскольку они не являются там, то есть даже понятия электората нету для Путина, да, потому что он знает, что нарисовать, вот, и не является кем-то, кто имеет какое-то там право голоса и кто-то может быть услышан. Поэтому в этом самая главная проблема, и, ну, ты ее тут, скажем так, не исправишь. Это в случае только если станет личной трагедией для огромного количества людей, огромного. я хочу поговорить об еще одной победе Путина, это количество денег, которое ежегодно выводится из российской экономики и напрямую его чиновниками, его подельниками, и в том числе и бизнесменами, которые продолжают стараться вести бизнес в России. Какое количество денег выводится из России? Там звучат суммы что-то от 10 до 20 миллиардов долларов в год. Я думаю, что приблизительно где-то так. Это же легко можно сейчас посмотреть, количество замороженных активов, вот в том числе которые не государственные российские, это понятное дело, а вот лично у россиян, у олигархов и так далее. Вы можете прекрасно себе понять, пожалуйста, суммы, это суммы большие, сотни миллиардов даже, суммы за сотню миллиардов, которые, скажем, вывозятся из Российской Федерации. Это же, наверное, еще не все далеко нашли. То есть у многих чиновников тоже есть счета за границей и так далее. Посмотрите, русские чиновники очень любят обучать своих детей за границей в Англии, в Европе, в Соединенных Штатах Америки и так далее. То есть для них это было абсолютно нормально. Более того, они же жизнь своих родителей, своих сыновей или детей не видели в Российской Федерации. То есть для них это было абсолютно нормально, когда они живут где-то там. Мы тут зарабатываем, они живут там. Почему? То есть если было бы хорошо здесь, это вопрос заинтересованности, что как бы развивать и так далее. Да, поэтому я думаю, что действительно 23 миллиардов, я уверен, что, наверное, и у самого Путина, ну, наверное, не лично его, но точно вот те деньги, о которых мы говорим и больших бизнесменов, которых уже сейчас арестованы, это деньги найденные и так далее, я думаю, что значительно счастлив это непосредственно денег Путин, которых он, понятное дело, не держит на своих счетах, но очевидно, которые ему остегивают как паханул. Во время бунта Пригожина, все увидели, что Путин может бояться. Да, он не выходил. Вот этот вот страх, вот этот вот его испуг, вот его почувствовали, да, потом он золото вернулся, окружил себя мужиками в форме, да, которым раздавал там медали, прямо в Кремле и так далее и тому подобное, но все видели вот этот вот страх, все видели самолет улетающий срочно из Москвы правительственной. Были какие-то еще моменты, когда Путин испугался, по твоему мнению, за последние там два года? Я думаю, что в принципе были, скорее всего мы их не видели, но я думаю, что он испугался тогда, когда, скажем, СВО точно пошла не по плану, когда российские войска, они загрузили, скажем, под Киевом, и особой перспективы у них, скажем, не было, когда они были остановлены, скажем, на других рубежах, рубежах, когда Украина начала получать активную поддержку со стороны, скажем, партнеров, это все тоже был определенный такой нежданчик и такой, скажем, страх. Вот, ну, как видим, смогли перестроить, скажем, систему, там, окопации и так далее, и попытаться, скажем, сохранить, а-ля какие-то достижения, которыми они могут, скажем, похвастаться. Я думаю, что ему страшно сейчас точно за то, что происходит в Черном море, по Крыму, за то, что он теряет контроль, и это тоже серьезный удар по его маскулинной, скажем, позиции. То, что Украину пригласили в Европу, в Европейский Союз, и мы к этому активно идем, сближение, скажем, с НАТО, вступление в Финляндию, это все, что было ему, конечно, страшно, поскольку он, очевидно, этого не ожидал, хотя запустил сам достаточно серьезные процессы, которые, ну, вряд ли, которые он сам называл как то, что не должно точно произойти, и как раз называл это тем, что вроде как должно было воспрепятствовать наплением на Украину, должно было воспрепятствовать происходящим, скажем, а наоборот, их как бы застимулировало. Поэтому, да, вот в этом ему точно было, скажем, страшно, и явно, скажем, не по себе. Как ты думаешь, в этом году, после выборов, до выборов, он, понятное дело, что бегает бодрым старичком, а вот после выборов, какие еще испуги его могут ждать? Ну, во-первых, надо посмотреть, как придут выборы. Мне кажется, что там могут быть определенные, скажем, сюрпризы для него, и, возможно, реальный результат, который, очевидно, ему покажут, но который точно не покажут другим, это тоже может его испугать. Но поскольку сейчас мы уже видим по тому же Надеждину ситуацию, которую мы уже, скажем, обговаривали, как тревожный, скажем, звоночек, что попытка просто запустить или какого-то нового либерала для того, чтобы показать, что он там имеет очень мало ситуации военной кампании, войны против Украины, она явно далеко не срабатывает, и это, безусловно, проблемкой является. Вот. Дальше, я думаю, что у него тоже нету понимания, ну, 2024 год, как будто ситуация разворачивается. То есть, с одной стороны, сейчас мы имеем такую паузу, ну, как, не паузу далеко, да, они атакуют, скажем так, мы защищаемся. А вот как дальше будет разворачиваться, непонятно. Я думаю, допустим, если республиканцы, демокаты смогут преодолеть свои разночтения и смогут уже проголосовать в ситуации лидерства, поддержки со стороны Европы, наращивания военного потенциала, совместного производства и так далее, но это все тоже далеко, скажем, не выграют точно на руку Путину, это то, чего он будет опасаться. А если еще, допустим, Китай примет приглашение Швейцарии и пойдет обговаривать формулу мира президента Зеленского, то тут тоже будут определенные тревожные заначки. Может, они не будут проявлять особую активность, но все равно это показывает, что там условная ось зла не такая уже и монолитная, кто-то более трезво смотрит на то, что он получает, допустим, от того же Запада. Спасибо тебе огромное, так выпьем же за холодные струйки пота, которые будут бежать по одной сморщенной старческой спине в 2024 году. Поддержим. И вот со всем этим чемоданом полным, ну, не побед, прямо скажем, Путин идет получать очередную порцию легитимности от народа. Да? Идет за антидотом от недовольства элит, формула которого Путина любит народ. Да? И весь этот негатив Владимир Владимирович собирается перебить с проповедями пропагандистов и чиновников о том, как хорошо и насколько райские кущи окружают обычного россиянина. Просто райские кущи или сильно райские? Плюс параллельно тема общества, которое окружено врагами и вообще ведет борьбу не на жизнь, а на смерть. У нас война! Аж сипит в студии Соловьев и его верные бараны. На день от дня растет процент жаров в масле. Бубнит Путин на встречах с оленеводами. И где-то посередине между этими двумя полюсами вот тот самый Вань-Мань, с одной стороны получающий небывалые ранее бабки в ВПК и в армии, а с другой стоящий в очередях за дешевыми яйцами и замерзающий пусть в свежекупленной за компенсацию потери кормильца неудачника квартире. Потому что труба отопления лопнула, а кипятком фонтаном смыла столб электрический. Как это все уложится в голове напрочь промытой пропаганды? Скорее всего уложится в игнорирование выборов. А вот что дальше? До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.